Как не бояться кожи? Как не бояться дотронуться до клиента, когда вы вот наконец-то остались с ним один на один? Я очень хорошо помню свою первую процедуру. У меня текла краска, дрожали руки, и в игле не держался пигмент, игла вот так трепыхалась. Короче, я все делала неправильно, и мне было страшно именно потому, что я была жутко не уверена в том, что я делаю. Поэтому избавиться от страха вот этого прикосновения к клиенту вам нужно путем трех действий. Всем привет, кстати. Меня зовут Елена Нечаева, и я создатель сети студий и сети школ по перманентному макияжу. А также у нас первое в России производство, открытое, на которое можно прийти на экскурсию и посмотреть, как создаются краски для перманентного макияжа, которыми вы привыкли, любите или будете работать. Первое, что вам нужно сделать, это сделать себе процедуру у хорошего мастера. У хорошего, повторю, потому что опытный мастер, он не сделает вам больно. Он будет с вами максимально тактичен, вы поймете, как это, когда к вам прикасается иголка, вы поймете, как это, когда анестезия работает. В идеале вам, конечно, все зоны, которые вы собираетесь делать на клиенте, сделать на себе, чтобы точно понимать, какие ощущения испытывает ваш клиент. Если вы сделаете у нехорошего мастера, то вам будет больно, вы будете бояться сделать такое же со своим клиентом. Поэтому я рекомендую выбрать именно хорошего, потому что, кстати, мастер должен быть сапожником с сапогами, потому что некрасивый, некачественный перманентный макияж, какой-то вульгарный макияж, это все будет от вас отталкивать клиентов. Поэтому, пожалуйста, не портите себе лицо на обучение, если вы пойдете друг на друге, не тренируйтесь, потому что часто такое случается, и во время обучения еще мастера-новички друг другу делают процедуру, потом ее годами выводят. Кстати, также я вам рекомендую, если вы начинающий мастер, не портите лица своим родственникам. Наверняка ваша мама не откажется лечь под вас моделью, когда вы только-только обучились, но не надо делать этого со своей мамой, со своей сестру или, не дай бог, дочкой, потому что вы плохой мастер, вы только начали, и вам нужно на моделях откатать все, на тех людях, кто готов, и кому вы даже испортите лица, они к этому готовы, и это не ваши родственники, которые не смогут с вами даже поругаться и насучать вам по темечку или поскандалить. Это очень плохо, когда портят своим родственникам лица, не делайте этого. Второе, что вам нужно сделать, это вообще быть в принципе уверенными в том, что вы делаете. Как бы звучит так себе, да, размыто, но я имею в виду, что у вас до совершенства должен быть отточен штрих на латексе, просто до идеала. Вообще, когда вы бездумно, не глядя, делаете идеальные растушевки, вы должны быть уверены в своей машинке, что она вот работает, вот вы знаете ее звук, вы знаете прикосновения, вы знаете, как ложится пигмент. Вот когда вы просто на автомате начинаете работать, и у вас все получается. И когда вы начнете работать на коже, руки просто вспомнят и пойдут работать, и вообще страшно не будет. Вы должны много-много раз поставить руки на ком-то, создать такую как бы имитацию процедуры. Пусть это будет, ладно, ваша подружка, например, или мама, вы оденьте на нее одноразовый латекс. Это можно сделать, либо есть такие, знаете, специальные для микроблейдинга с резиночкой на голову насадки, такие тонкие, на которых вы можете рисовать и даже делать процедуру имитацию. Либо это может быть просто латекс, порезанный в длину и на резиночке, закрепленный на затылке, кто что не придумывает. Но вы должны откатать эту процедуру от и до просто, вот как вы прикоснетесь, как вы будете рисовать эскизы. Когда вы сделаете там 5-10 раз одно и то же, вы перестанете волноваться, потому что, ну а что волноваться? Вы знаете всю последовательность действий и как бы волнение, ничто у вас не вызывает. Это как, не знаю, как первый раз за рулем. Я ехала, просто у меня волосы дыбом стояли. Сейчас я еду и могу там в глазу ковыряться или кому-то звонить, или там, не знаю, читать что-то в телефоне, потому что я уже уверена, я уже не волнуюсь. То есть вот у вас должно быть ровно то же самое. И еще такой важный момент. Откатайте на себе прикосновения. То есть одеваете перчатку и вот эти все прикосновения прям пробуйте. То есть вы должны прокрасить перчатку, но не прокрасить кожу. И тогда вы поймете с каким как бы нажимом, с каким усилием, какое вообще в принципе прикосновение. Это удобно делать вот на этой части руки или вот на этой вот плоской части руки. Очень важно не втыкаться, не делать клиенту больно. И, соответственно, в этот момент вы заглубляетесь. Поэтому это тоже в этом плане тоже это очень плохо. Ну и вообще супер самый важный параметр после обучения, например, да, вы вышли, все, у вас есть кабинет. И вы такие, хочу работать. И приходит клиент, он вам платит деньги, вы волнуетесь. Но если это будут 10 или 20 бесплатных моделей, может быть даже если вы богатая студентка, вы им заплатите, потому что сейчас достаточно сложно искать модели. Минимум 10 моделей, которые бесплатные и которые знают, что вы после обучения на них тренируетесь. Как бы это ни звучало, ужасно, но большое количество людей согласны на это. И они вам еще и будут очень сильно помогать. Это очень круто, когда клиент подсказывает, потому что иногда мастер машет в воздухе и не трогает кожу, а иногда он слишком жестко прикасается. То есть вы прям можете говорить, он поднимает руку, ваш клиент, ваша модель, и говорит, сейчас что-то ты вообще меня не трогаешь, ты в воздухе, потому что мне совсем как бы не чувствительно, не больно. А в какой-то момент она скажет, что вот слушай, сейчас ты вообще мне больно сделала, и вы поймете, что надо полегче. Вот эти все нюансы и обратная связь от модели, она супер помогает. И реально к десятой модели, к бесплатной, на которой вы уже реально не будете волноваться, вы поймете, на какой глубине работать, как ставить руки удобнее, и вот все вот эти нюансы, которые, как настраивать машинку, если что-то не так идет, которые вас заставляют волноваться. И после этого уже, пожалуйста, приступайте к клиентам, тем более, что у вас уже даже небольшое портфолио скопилось. Поэтому вот такие вот лайфхаки по тому, как не бояться кожи сразу после обучения.